Что ты знаешь о солнце, если в шахте ты не был, если ходишь под солнцем с утра? Только кто ценит солнце и высокое небо, кто поднялся старой на горах? На огромной карте России есть небольшой посёлок Сенегорск на острове Сахалин. В нём живут шахтёры, люди героической и мужественной профессии. В далёком 1959 году Энтин Лев Борисович по призыву Коммунистической партии и Советского правительства по комсомольской путёвке был направлен на Сахалин на развитие угольной промышленности в области. Было ему в то время 23 года. Долгим был путь Льва Борисовича в шахту. Родился он в 1936 году в Белоруссии. После окончания семилетки учился в ремесленном училище в Шоске Сумской области. Получил специальность электромонтёра. Из бригады электриков проводил свет в дома колхозников в Каховке. Службы в армии, покорение целины – всё это осталось уже в прошлом. В Сенегорске на шахте Южно-Сахалинская началась для Льва Борисовича новая жизнь – жизнь шахтёра. Горнорабочая честного забоя – так называлась шахтёрская специальность Льва Борисовича – сложная, тяжёлая, мужественная. Много лет Льв Борисович руководил бригадой забойщиков. Был очень ответственным, дисциплинированным. Сохранили записные книжки, куда каждый день Льв Борисович записывал вопросы, обсуждаемые с бригадой, планы по добыче угля, показатели работы, принимаемые решения на Совете трудового коллектива. Записи, цифры, которые понятны только самому Льву Борисовичу. Бригада забойщиков, возглавляемая Львом Борисовичем Эндиным, была всегда на хорошем счету. Не было случаев нарушения трудовой дисциплины, строго соблюдалась техника безопасности в забое. За высокие показатели в работе, добросовестное отношение к делу Лев Борисович был награждён многочисленными грамотами, званием почётных шахтёр, званием ударника коммунистического труда, знаком шахтёрская слава третьей степени. Имя Льва Борисовича занесено в Книгу почёта шахты. Неравнодушный к жизни посёлка, Лев Борисович вёл большую общественную работу, был депутатом городского совета. На собраниях, конференциях, заседаниях парткома, шахткома поднимал вопросы об улучшении жилищных условий шахтёров. Трудовой стаж Льва Борисовича составляет 38 лет. На пенсию ушёл он только после закрытия шахты Южно-Соколинская в 1998 году. Но и находясь на пенсии, Лев Борисович не оставлял без внимания ни один вопрос, касающийся жизни шахтёрского посёлка. Был частым гостем в Сенегорском музее, в котором хранится память о шахтёрской доблести горняков. Лев Борисович гордился своей шахтёрской профессией, несмотря на то, что связана она была с высоким риском для жизни. Судьба Льва Борисовича – судьба шахтёрская, в которой дни работы жаркие, на бои похожие, стала гимном и смыслом всей его жизни. Льва Борисовича уже нет в живых, но память о нём, как о человеке, преданного шахтёрскому труду, живёт в сердцах синегорцев и по сей день. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова